Мэр Сухума отметил, что к нему продолжают поступать заявления от жителей города, которые пострадали в результате урагана 4 июля. Также Домоуправление принимает заявления, которые затем направляются в администрацию города. Вся информация по адресам количества пострадавших домов будет обработана. Бесланышба призывает граждан своевременно обращаться в Домоуправление или в администрацию города для фиксации ущерба, нанесенного стихией. Обращаюсь ко всем нашим гражданам не откладывать, обращаться своевременно по нанесенному ущербу Домоуправления или можно напрямую к главе администрации города. Для того, чтобы время не затягивать, надо в первую очередь приглашать службу МЧС, чтобы подтвердить ущерб, нанесенный из-за урагана. После этого Домоуправление в состоянии произвести дефектный акт. При необходимости силы, если будет много заявлений, наш департамент подключается к департаменту ЖКХ. Что касается поврежденного имущества, заявления поступают в основном автомобили. Начальники Домоуправления доложили о ситуации. Они также собирают фото-видеоматериалы. К известным ранее пострадавшим домам еще добавились адреса, по которым проводится необходимая работа. Горстрой проект администрации города Сухум устраняет последствия стихии в многоквартирных домах. В некоторых работы уже завершены. Бесланыш поотметил, что по тем домам и зданиям, где не удастся справиться своими силами, материалы будут переданы в кабинет министров. Например, по ущербу нанесенному кровли индустриального колледжа. Заместитель главы администрации Астамурашуба сообщил о ситуации на данный момент по медицинским учреждениям. Завершены работы по восстановлению кровель детской больницы и Сухумской городской больницы. Что касается детских садов и школ, работа продолжается. Что касается энергоснабжения, авария устранена, остались только локальные проблемы. Не осталось ни одного района, отключенного от энергосети. По линии электропередач вопрос решен. Также сняты проблемы с обеспечением уличного освещения, сказал Беслана Ишба. Троллейбусное движение на маяк восстановлено частично. Троллейбусы будут ходить с маяка до улицы Айтглара и обратно. Беслана Ишба поблагодарил все службы города, занимавшиеся наведением порядка в столице за слаженную работу. Им удалось за короткий промежуток времени очистить улицы города от последствий стихийного бедствия. Это и благоустройство, и работники домоуправления, наш аппарат, компании, которые с нами работают. Хочу выразить благодарность. В непростое время нам практически за двое суток большую часть города удалось привести в порядок. Хочу поблагодарить. Усилия должны быть еще направлены на те места, где остались все-таки еще деревья поваленные. Прошу довести ситуацию до того, как было до начала урагана. У нас был чистый город. Мы с вами праздновали день города. Максимально чистый город был. Поэтому там, где есть еще места, которые надо отработать. Беслан Ишба поручил Департаменту жилищно-коммунального хозяйства подготовить регламент действий служб города на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Прошу вас подготовить специальный регламент на случай возникновения. Мы надеемся, что такого не будет, но на случай возникновения подобного рода ситуации в городе. Чтобы все службы знали, что им делать. Работа ведется. Но давайте в ближайшее время, чтобы данный документ у нас был. Чтобы все действовали уже синхронно и чтобы никого мы нигде не искали. Спасибо всем. Табу придется. Мадина Абганба, Алексей Акухава, Пресс-служба администрации города Сухум.